Я налетал на параплане два года. Товарищ пилот, расскажите ваше впечатление после столь долгого перерыва в полетах на параплане. Огонь! Огонь! Контент огонь! Да нормально, руки помнят автоматически все. Тут дым, сюда дым, тут дым. И все, что тут? Как это? Все просто наливай да пей. Держи клеванты и лети. Что еще хотите? Ой, ой, ой. За паску, за паску брось. За паску брось. Ну что, друзья, мы летим с Андреем. Готов? Я всегда готов. Держи. Побежали. Ура! О, крючки наполняется. Наполнилось. Побежали. Бежи, 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 бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Оооо. Как это? В добрый путь. Земля, прощай. Экакей! Друзья, продолжается. Наполнилось. Побежали. Бежим, 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 бежим. Бежим. Оооо. Как это? В добрый путь. Уху! Экакей! Вот, друзья, в чем прелесть параплана. Видишь, наша тень, кстати, смотрите слева. Да, хорошо видно. О том, что ты можешь босиком по деревьям ходить. Ооооот, нас там, кстати, снимают. Люди! Видео делайте! Делают, делают видео. Видео! Да! Эки-ки-ки-ки! Мама, по большой ручкой! Дуночку! Андрей, как оно? Ручка! Уху! Мы на маршрут пойдем! Счастливого пути! Погода-бомба! Мы на маршрут пойдем! В поля туда дальше! А вон параплан у нас. Погода-бомба! Всем привет! Это так вот. Друзья, ну что ж, пришло время рассказать о чуде параплана. Параплан прекрасен тем, что на нем можно босиком по небесам. То есть ты чувствуешь небо на вкус. Вот. Ветер. И в этом, наверное, основная прелесть. Когда ты летишь в планере, ты полностью закрыт вот в этой кабине, в кокпите. И, конечно, это немножко другое. А здесь ты можешь вот так здороваться. Возьми, как, смотри. Вот дельтаплан. Оп! Вот так здороваться с дельтапланами, с парапланами другими. Лучше с ними, правда, не встречаться лицом к лицу. Ну, в смысле, к крылу к крылу. Но в целом по-разному можно. И самое главное, можно при ровном восходящем потоке летать действительно очень закрыто на рельеф местности. Можно буквально вот так пешком ходить по склону. При желании на склон можно приземлиться. Посадка на склон, это, кстати, изучается в хороших летных школах. Как можно при необходимости приземлиться на склон. Те, кто летают в бивуаке в горах, там, по многу дней грузят вот так в параплан кучу еды, питья, вкусностей. И путешествуют неделями, не пересекаясь с цивилизацией. Они приземляются на склоны, на подходящие площадки. И потом с этих склонов взлетают, куда-нибудь улетают. Так бы мы могли сейчас сделать, но мы не хотим. Нам надо потом домой. Сегодня какое сегодня, кстати, число? 14? 14, да. 14 марта. Можно летать в шортах. Попробуй дать кадрам мои лапы. Вот, шорты. Шорты. Это неправильно, честно говоря, шорты. Это неправильно, но это мой стиль. Знаете, почему я люблю летать в шортах? Потому что ты через волосы на ногах чувствуешь небо и ветер. И когда обсуждали как-то, почему волк побеждает в каких-то соревнованиях, некоторые из злопыхателей говорили, потому что в шортах летает. Давайте его завтра побреем и посмотрим на его результат. Я бегал хорошо, от них, так сказать, и никто меня не побрил пока. Андрей, как тебе параплан? Отлично, великолепно. Я летал на параплане дважды. Один раз на лебедке. В чистом поле, а не в горах. Второй раз с моторчиком. Но тоже в чистом поле. Тут, конечно, совершенно другие ощущения. Ты летишь среди высочайших гор, смотришь на лес. Очень красиво. Можно кабанчика найти в лесу. Сейчас мы на охоту пойдем. На полном серьезе. Здесь куча кабанов внизу. Друзья, я тащусь тоже, потому что я налетал на параплане два года. Последний раз, когда я летал на параплане, это было вот когда началась война. И приехали друзья из Украины. И мы с ними сюда реабилитацию им делали. Полезли на гору и с ними полетали. Богдан и компания, привет большой! Хорошо, что вы обосновались в Португалии и радиотемир новыми подвесками и крыльями. Друзья, чуть немножечко подзаперло нас. Я заговорился и залетел за перегиб. И попал в место, где усиление ветра. Пока я не использую разгон крыла. В принципе, можно было бы сейчас отпустить триммера. Я вижу, что, в принципе, место это я знаю. Знаю, что здесь так бывает. Но нужно крайне аккуратно двигаться, потому что если усилится западный компонент ветра, здесь может образовываться очень сильная турбулентность. А западный компонент может усилиться. У меня есть ролик, как моя жена здесь зажигает над елочками. Бах-бах-бах. Мама полетела! Давай-давай в него входи, входи, входи. Больше скорости дай. Запаску, запаску брось. Запаску брось. Тос, ответь в рацию, как сможешь. Вторая была мысль, что что-то здесь не так. Где-то в этом есть подвох. И поэтому лучше, чтобы крыло не было на акселераторе, чтобы оно было более контролируемо и управляемо. В момент этих раздумий, это мгновение, это секунды, меньше секунды, складывается крыло. Причем складывается так сильно, как не складывалось у меня еще в жизни никогда. И ощущение от этого сложения было, как будто бы я врезалась в стену. Много раз я летала в термических условиях. Это был не первый для меня раз, когда я попала в термичку. Но такого ощущения от ветра, от крыла, от чувства, которое на клевантах, я не испытывала никогда. Это реально как будто ты на локомотиве врезаешься в стену. И хоп! Крыла над тобой нет. И самое главное, что я думала, что высоты у меня меньше. И поэтому я решила не приводить в действие запасной парашют. И самая главная моя была мысль, это оттормозить максимум крыло, чтобы оно меня сразу не разбило об камни. Но оказалось, что я перешла этот перегиб, и подо мной высоты было больше. И оно таки начало раскрываться. И здесь у меня не хватило вот чем? Перерыв. Плох перерыв. Я знаю, что надо делать. У меня было два сива. Я чувствую, что нужно сделать. Но у меня не хватает просто скорости. Это опять мгновение, которых не хватило. Не хватило скорости моих мышц, чтобы затянуть клеванты, оттормозить второй клевок. Просто чувствуешь свое бессилие, что я знаю, что надо делать. Я это делаю. Но ап! Я все сделала. Все оттормаживаю. Но крыло все равно летит ниже моих ног. Поэтому я приняла решение, как только стабилизировалось крыло, в прямолинейном полете спокойно врезаться в друга парапланириста, в дерево. Деревья там, на удивление, необычные. Это не вот эти стандартные елки, которые тут растут, сосны обычные, а там какое-то очень хитрое дерево. Это хвойная порода, и она очень гибкая. Когда в него врезаешься, это просто кайф. Она мягкая, проминается под тобой, и не очень тормозит крыло. Я приземлилась, отбив три елки ногами, я приземлилась на малюсенькую площадочку, на которой мне хватило только подвеску положить. А крыло уже некуда было класть, оно повисло на верхушке этой елки. Поэтому все живы, целы, здоровы. Но ух! Мы так не хотим, да, Андрюш? Не особо хотим. Кому я еще хочу передать привет? Огромный привет моим друзьям из компании Sky Country. Володя, Леша, огромное спасибо за подвеску для Макса. Они прислали подвесную систему, и вот не только Андрей со мной сейчас полетает, но и Макс. Макс сегодня в школе, поэтому он страшно переживает, что его не взяли. Но обязательно с ним в какое-то ближайшее время полетаю. Так что, друзья, спасибо, что вы есть! Будем летать! Вот посадочная площадка. Чем она интересна? Тем, что впереди, видите, какое страшное ущелье. И оттуда реально дует струя воздуха, которая выходит на площадку. При определенных условиях это относительно ламинарное течение, несмотря на такой страшный рельеф. Вот реально меня сейчас не трясет. На этой площадке мы с женой как-то ночевали, когда так получилось, что отсюда из Анси приехали, и прекрасно где-то там под елочками провели ночь. Ну, тогда она еще не была моей женой, я только за ней охотился. Друзья, тебе на видео тоже привет! На посадочной площадке дует ровный ветерочек, все прекрасно, турбулентность даже меньше, чем я думал. И то, что мы взяли бутылку с водой, казалось лишним. 42 килограмма Андрей весят. Я решил, что полтора литра воды еще никогда не мешало двум благородным донам. Ну, можно было, конечно, и коньяку. Вот. Но это потом. Два мужественных пилота отважно заходили на посадочную площадку. Им мешала злая турбулентность и коварные вихри. Знаете, как эти журналисты пишут. На самом деле, халява полная. Равнейший поток. И, конечно, плохо приземлиться достаточно сложно. Ну, и на посадке чуть-чуть пробежишься. Хорошо. Будет видно твое мужественное лицо. Мужественное лицо на посадке. Как мы тут летим, как нам, как противостоим коварным восходящему потоку. Сейчас встать в подвески надо. Приготовься. И пробежаться немножко. Оп. И побежали. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Молодец. О! Хе-хе-хе-хе-хе. Оп. Красота. Ну, друзья, смотрите. Андрей устоял на ногах. Настоящий будущий пилот. Тебе понравилось? Мне невероятно понравилось, да. Супер. Я тоже. Ну, что ж, друзья. За позитивные эмоции. За наше любимое небо. Хорошего вам дня. Прекрасного настроения. Будем летать. До встречи на канале Мечта Летать. Эгегей. Эгегей. Товарищ пилот, расскажите ваши впечатления после столь долгого перерыва в полетах на параплане. Огонь. Огонь. Контент огонь. Да нормально. Руки помнят. Автоматически все. Тут им все дым. Идет, тут им. И все, что тут? Как это? Все просто наливай да пей. Держи клеванты и лети. Что еще хотеть? Понятно. Не, реально. Ну, так чуть-чуть мандраж был какой-то капельку. Но, в общем-то, веселый. Когда уши складываются, до планили-то крылья не складываются, уши хлопают так тревожненько. Ну, потом привыкаешь. Ну, сложилось. Ну, так ладно. Окончательно готово? Приготовились. Побежали. Бежать, бежать, бежать. Оп. Хе-хей. Экей, 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 экей. Игорь, завязка по центроплану. Ну что ж, друзья, мы взлетели. Из веселого у нас завязка по центроплану. Ну, посмотрите. Вот настоящий огонь. Узелочек какой-то завязался. При этом проплан я растягивал. То есть проверял, было все хорошо. На земле посмотрим из-за чего. Истребители Видите, как красивенько звеном летят Ну и при этом мы тут на парапланчиках тоже летаем Вот это тот самый момент, когда Удается заснять Нужный ракурс Представляете так Рядышком с парапланом Вы скажете, откуда такое безобразие? Очень просто Мы летаем в одном и том же воздушном пространстве Класса гольф И вот такое, это абсолютно нормально Потому что они имеют Такое же право летать в небе, как и мы Здесь класс гольф И в этом гольфе летают парапланы Дельтапланы, планера И истребители, пожалуйста Они промчались, помахали крылышками Летят дальше Так можно летать все вместе То есть не обязательно закрывать из-за вояк Все небо там, чтобы никто там не пришмыгнет Ни мышь, ни никто Вот можно летать все вместе Безопасно ли это? Да, потому что небо большое, есть теория большого неба Что в нем очень тяжело столкнуться И чаще всего все проблемы возникают Когда в небе пытаются что-то избыточно регулировать Подумайте над этим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok